христос воскрес тут брат никита украина приветствует вас франция брат владимир оператор вот ну сегодня у нас можно сказать телемост потеряевка франция город мец я примерно посмотрел это 6000 километров напрямую такое расстояние вот господь дает людям мудрости изобрести вот такие средства когда мы общаемся лицом к лицу слава благодарения богу господи благослови вот я вчера общался с и анной и предложил ей поговорить с никитой который прошел так скажем мытарство еще не прошел ну частично до большую часть связано с тем что федеральная миграционная служба он приехал с украины вот этот свет заглушает надо что-то сделать так вот просьба к никите брату брату поверь и пока он еще не крещеный но поверь до ранее готовится вот сестра и она тоже готовится к крещению просьба рассказать что там и как было что там такого сложного какие там такие нюансы с чего ты начал первый этап это при пересечении границы хорошо слышно сейчас до рассказываю я сейчас поправлю я не знаю как на самолете но поездом если ехать или автобусом там дают заполнять миграционную карту она выглядит это так 21 экземпляра достается у них 1 1 дают вот там но например но такого размера тут на камеры снять там потом видно будет наверное освещение плохое да мы эту запись потом можем тебе послать чтобы ты снова посмотрела но в разумно разумно нет почему не надо что что какие документы ну да продолжай дальше так вот и сразу сразу по прибытию вместо город нужно с этой карты миграционной с паспортом явиться федеральную службу миграционного барнауле находится на на улице шевченко 170 это улица молодежная выйти надо на трамвае но это страну то не вы же не одна поедете скорее всего успеваешь записывать вот это сразу миграционная карта нужно в федеральную миграционную службу явиться и там окошко там 5 окошек разные части барнаула центральной там есть еще какой-то мне центральный я прописанна гнатия тихоновича надо чтоб был еще тот человек у которого прописываешься временно это в течение 90 суток это дается человеку сразу 90 суток свободно может пребывать на территории рс российской федерации три месяца там не там трону 90 дней внутри месяца не до 3 вот так или человек который прописать берет свой паспорт и там тоже выписывают заполняется такая форма кто откуда приехал зачем с какой целью вот и такой блок отрывать дает но у такого размера тоже тут написано где у кого прописаны написан плавкин игнатий тихонович ползунного 6 тут штамп дается распись роспись все идет это вот штука позволяет находиться в течение вот уже трех месяцев дальше идет на следующая ступень что получить уже на временное проживание чтобы доступ получить проживание в россии для этого нужно собрать там тоже определенная перечень документов плохо себе не подготовился сегодня на память расскажу там нужен паспорт быть перевод паспорта должен быть если паспорт на украинском или на на таджикском на каком этом говорят на русский язык вот да там есть специальные будут барнаули такие конторы они этим занимаются там приходится придется походить там дают адресу адресок то не помню какие улицы где переводит дата проспект строителей ну там делается украинский не подходит на что был чисто на русском даже если похоже если русский тогда не надо будет паспорт он две фотографии три с половиной четыре с половиной если нет он на месте прямого сделать там 200 рублей 4 фотографии 4 снимка 4 фотографии раздается лучше заранее наверное сделать правильно так потом уже пройти будет медобследование давидж центр улицу не помню там скажут он один только барнауле недалеко не среди пола живет там нужно будет прийти дают такой бланк сертификат тоже как бы нужно пройти там кровь сдавать из вены но это все же делать они не смотрят не осматривающие к не каком-то как чем потом приходится еще еще в другое это место то есть там на наркодиспансер там старый базар прямо здание там получить тоже там деньги надо сколько же не помню всего этом это что это все сделать ну около 12 тысяч рублей нужно ну там с запасом 15 тысяч рублей это около так ну 12 тысяч разделить сейчас 55 евро рублей ну вы пока говорите я сейчас подсчеты сделаю я бухгалтером было так вот что еще надо и в это же виграционной службе есть еще другие там окошко там этих окошек очень много нужно подготовиться конечно если вот нужно постоять там очередях там всегда проток народа большой очень дело в том что я проходил то эти все процедуры в общем порядке то есть пришел из нуля сам узнавал все ходил там немного попроще можно сделать и денег не жалко только не знаю как у них то тоже есть можно обратиться непосредственно на месте этой службы к людям там если девушки они там стоят или женщины там за справкой чтобы они заполнили эти все бланки они печатные буквами чтобы не было печаток им просто дают документы все свои они сами печатают это все все справки как то они сами занимаются этим всем оформилием то есть чтобы не стоять там это нужно на месте узнавать я просто я рассказываю как это топорным методом сразу приходишь нуля и там в очередях со всеми вот так вот начнет методом вот это медбранка если значит евро по 55 плавающие конечно примеру то получается 218 евро 218 до года я не буду говорить об учительской сельской оплате еще нужно получить еще нужно для рвп то есть это разрешение на временное проживание рвп сразу так запомнить в том же здании на пятом этаже находится у них комиссии они принимают экзамены если бы не брал там сертификат там он сто на одну цену стоит но там на разные уровни сложности то есть чтобы самый элементарный патент называется там всего на все кому 40 вопросов на общие темы там по грамматике русский язык там это настолько просто элементарно кто хоть одну русскую книжку прочитал там и разговаривать по-русски там это без проблем то но я как я как мечу на вина постоянно проживание я уже сдавал то есть видом называется так с видом на жительство там то 80 вопросов нужно ответить 80 процента правильно на них и там уже четыре категории вопросов это грамматика потом фонетика называется на слух там история россии и там по праву пока не как там вопросы там нужно в интернете найти уже действительно запишите там то есть какие вопросы при сдаче сертификат с видом на жительство называется оно все простое но вот эти вопросы которые нужно сдавать там например спрашивается там может ли иностранный гражданин заниматься там бизнесом россии там варианты ответов да может не нет не может там может только с некоторыми ограничениями и вопросы по истории россии там сколько например государств ходила в составе ссср там 10 15 20 кто был там прежде ленин сталин кто прорубил окно в европу там не прорубил нету ну там как там в основном публика таджики все или они в такие вопросы подобраны совсем детские уже это конечно вообще то чисто деньги обдираловка это не больше не меньше помогать то можно учитель сельском нет нельзя там ну вот эти преподаватели которые принимать экзамены они так особо не все строго смотрят там две две женщины один мужчина они могут выходить в то время могут заходить там просто несложно там даже не надо придумывать там просто вариант ответов есть там вопросы там три варианта ответа на него это не трудно и эта справка на 5300 рублей около того 5 350 по моему стоит сертификат до сертификат это да то есть мед справка вот этот сертификат паспорт фотографии ну если есть дипломы но там не тоже не все принимают те которые 91 года то что мы не подошли почему-то потому что мы дипломы я набрал собой все ни один там не важен еще тысячи тысяча семьсот рублей там нужно налоговый сбор какой-то 1700 до есть еще один порядок получения я читал к если с украина его делать у нас в харькове украина только в одном городе находится это после это в консульство российская и там собирать документы все нужно дается это консульство но потом эти документы сразу с адресом где предположительно будешь проживать они отсылаются в россии там обрабатываются приезжаешь в россии там уже все готово там даже не надо ходить я потом могу эту переписку с парнем скинуть свою но это я знаю как с украины как из франции можно не взяли я не в курсе но просто еще приходится там стоять долго там ждать там жарко холодно то стоишь потери что холодно то жарко лица все таджики но они все добрые на самом деле эти таджики все нормальные парни такие то есть я бы спасибо если даже был выбор комп стоять в компании допустим с таджиками там 50 человек или с нашими там православными я бы наверное не знаю даже на расклад лучше с таджиками они были такие сплоченные мирные такие смиренные ничего не понимают поэтому и такие все надеждой на аллаха все они такие как бы ничего не понимают ну как-то вала помогает им они все сдают все получают ну вот принципе они в основном там от 20 до 50 лет тут мужчины все женщин почти нету там на 50 мужчин может одна женщина вот так украин там украинцев там или белорусов там я даже не встречал может одну только украинка да в один последний день там двух украинцев встретил только и все в основном там таджики все но это именно барнаульском миграционном центре если где-то другом месте когда приезжал в россию прошлом году не проходил то все эти процедуры не чисто на временно то есть на миграционной карты на 90 суток в россии пребывания там это было как это город вязьма называется то за 15 минут все сделал и все там не людей очереди никакой нету оборону как город крупный поэтому такой-то приток народа постоянно потом приходится там терпением конечно больше приходится ранее с утра и там стоять молиться в общем молитвы помогают конечно кто за тебя молится но время быстро пролетает как остальные люди это переносят ну лучше внимательно конечно находиться так всегда так смотреть чтоб никто тебя там не опередил возле окошка всегда стоять позе такой напряженный внимательно и сколько как автобусе когда стоишь у кошелек не украли такой-то его бодрствовать обстановка там принципе мирная все там нормально только эти все конечно монстрации нету да нету да только работники этой службы рационной это свои работы слегка дурманины ходят женщины там всякие-то веселые слишком там одни женщины практически только охранники мужчины там один начальник и все больше никому не знаю ну и по Барнаулу придется поездить то чтобы пройти эту медсправку полностью нужно посетить там несколько мест флюорография находится в одной поликлинике недалеко от вокзала сделать флюорография это снимок легких кровь берут это в другом месте и потом вот это мочу нужно сдавать будет ну там быстро там буквально стаканчик набираешь чуть-чуть они там лакмусы не лакмусы какой-то там приборчик опускает он через две минуты сразу там дается результат там трезвые нетрезвые не знаю что там здорово не здорово не сразу выписывать на месте не смеешь штаны застегнуть уже можно выходить там в общем ну это все наверное если если еще будет я могу скину переписку там с парнем который переписывался но это нельзя не получится потому что этот поэтому этим образом которым он в россии переезжал там это три месяца мы готовится здесь исправки но у вас трех месяцев нету сразу будете приезжать и сразу сходу этим всем заниматься вот то есть или таким как я образом проходить все или сразу на месте у этих работников консультироваться как тут можно побыстрее все пройти или в интернете еще можно поискать там не смотрел какие-то специальные какие-то фирмы есть какие-то такие государственные содействующие они как-то там каким-то образом все это быстро оформляют но это уже после узнался но этим не пользовался потому что я так вот пишет как можно экономнее это все пройти ну тем более парень ничего там у меня хоть стоит участку четыре часа вот так вот там беседы то были с кем-нибудь а верь или они русский ну я заходил я там ну когда слишком тяжко я конечно коррестно знам не творил по себя молился ну и потом засвидетельствовал пару человек ну я на тех которые девушка сидят а в окошке а там визит кем раздал они брали то а вот непосредственно евангелие свидетельство этом главному мужчине там как его зовут игорь 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 а валерий игорь валерьевич по моему молодым мужчина такой симпатичный бритый он там главный по экзаменам этим всем ему тоже евангелие дал сначала не хотел кто взял евангелие меня ему все засвидетельствовал из писания сразу вышел но это под конец уже было больше с ним не виделся можно нам конечно с людьми говорить но с таджиками трудно они там они по-русски слабо говорят игнать тихонич я слышал там с тобой ездил он с какой целью был потому что нужно что был на месте тот человек который прописан дал то что по его роспись она ставится в этом документе тут лапкина отметить ему тут написано ну тут нужно чтобы была роспись человека который прописываешься он приходит документами своими с адресом проживания где он прописан и нет не трудно то есть первым делом как только прибываешь в россию нужно туда появиться в центр и вот эта миграционная карта которая дается на перепресечении границ туда прийти сразу они быстро принципе там все тебя фиксируют и 90 дней ты можешь находиться в россии свободно а если есть планы допустим там уже на временное проживание потом с видом на жительство то есть это постоянно это нужно там больше ну и то что рассказал собирать эти документы так вот да да какой смысл еще мне сказали что когда мне дадут срок на временное проживание это если мотивам поставим штамп ваш паспорт украинский чтобы на время на проживание это помимо сколько там лет до трех лет по моему то вы не сможете уже вернуться в украину или куда то еще но если у вас есть загранпаспорт можно поставить эту отметку что вы на время проживания за гран паспорт и вы сможете с обычным своим паспортом тоже перемещаться по земле по плане так сказать у меня я за кран паспорт сделал на всякий случай поэтому мне туда поставят ну чтобы им на всякий случай молчу случится китал просто и задавайте я муж не все вспомнил сразу да тоже там помо трех до пяти суток нужно сразу явиться то каким дням работают они субботу воскресенье работы до суббота воскресенье они не работают со скольки с 8 часов вот там тоже разные дни по-разному там среду например они не помню на память пятницу с 8 также звонил каждый день с 8 только в разное время заканчивается в 15 то в 17 но вот это это коллеги которые принимают экзамен на этом до 7 часов вечера сидит вот конкретно эти люди которые нужно к ним обращаться сразу они там до 5 часов до 3 часов дня ну да конечно с аэропорта нет я автобус не а поездом приехал на поездом я думаю там там автобусы ходят да там в рейсовую автобусы да думаешь когда софи самолетом там тоже самое такие же миграционные карты заполняются наверное прям воздухе она ничем не отличается то что мы померили в поезде автобусе не одинаковые всегда абсолютно это можно там когда приезжал какие у тебя были там так на таможни то нерешенный вопрос ничего такого не было как но я выделялся ташу с бородой конечно я шляпки были ехал то с украины в россию там ситуация напряженная может им и чисто профессионально ему интересно было паранишнику или еще как почему-то ехал на москву ты или как до когда я киев москва ехал то у меня там сразу мясо вы просто три больших сумки я они проверяют там расстегу что не осматриваются когда в поезд едешь там счета по птически не когда ехал поездом они просто покрыли посмотреть даже не просили открывать а когда по автобусам обязательно нужно открывать смотреть иконы старинные есть или нету все смотрят зачем как строго расспрашивает да почему бежите с украины ли не бежите это нет не бегу просто уже ну если конечно говоришь кто ты зачем едешь то что ты верующий иисуса христа то конечно как написано евангелие там луки по 12 главе кто меня исповедует на что кто исповедует христа то это христос содействует при этом то есть на человек и там сразу люди меняются только стоит сказать это хотя бы два слова иисус христос там и там все гораздо спокойнее на тебя по-другому смотрят ну не знаю не знаю меня пример за мою бороду что чечен не спрашивали то у меня наоборот нас просили на границе там вы там священник там святой отец по католически как-то спросили нет 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 святой отец такой нет не святой тебе говорю я еще молод я говорю мирянин так а кто это мирянин это но это прихожая только прихожане ну или просто хожу церковь не понимаю мирянин прихожанин 15 раз повторяю прохожане тут границу переезжать прохожу в границу так вот но отчетом сыгнать тихон чем-то было такое за истории там секрета нет никакого что там случилось что-то вы стояли ждали ждали оказалось там бабушка документы подает нам своих таджиков дело в чем наверно что таджики то все идут на на заработки в россии и они видать такие вообще не пьющие так понял они не пьют и и дать они тут востребованы эту десятки принимают и а им нужно где-то что-то пришел как со мной гладите тихонович и чтоб кого-то прописал а то не вас нема такого правила что только один человек может только одного принять там один человек может 50 принять и вот эти вот какие-то женщины подставные какие-то не подставные они на себя на свой адрес записывать этих таджиков десятками чтобы они как бы у них прописаны были может тоже какие-то за это деньги получают и она не папка такая на этих таджиков соберет эти все паспорта их не и она стоит возле окошечка и один паспорт одного таджика окошечко закрывается там 5-7 минут открывается она забирает другой паспорт а таджики там ходишь вот это там ничего не понимает она третий-четвертый на эти конечно такого не вытерпел произвола сначала там на месте начали говорить им что так говорю пропустите надо нас стоим тут а вы тут паспорт один за другим потом развернулся пошел на в этажами выше начальника из ряд начальник конечно и на тихо через разу спрятался от него дверь закрыл и не открывал ну и на тихо ночь потом написал то в мог милиции общественной безопасности приехал милиционер с этой службы все документировал жалобу эту принял на рассмотрение потом через неделю даже меньше через какую неделю через три дня пришел ответ что это все мы приняли к сведению я уже когда тоже последний день уже приехал собрал все документы чтобы эту справку подать все документы на чтобы оформили мне разрешение на временное проживание они там я там со стороны все правильно сделал но они забыли там это мою мою вот эту бумагу которые там они они там там бумаг просто не знаю но собой такую папку брать то что там бумажек столько и вообще десятки просто они забыли там зарегистрировать в этом это тут у нас праздники 9 мая завтра и после 15 числа только приходите мы начнем это все делать но я потом подошел начал говорить как же так говорю все так где тут жалоб книга жалоб все развернулся уже думал на что делать сел в трамвай начал ехать и неизвольно сразу никита андреевич да мы передумали там и рассмотрели ваше дело возвращайтесь ну видать то что игнатий тихоныч что подсуетился этой жалобой она там дошла до них и потом я еще пригрызил они тут уже так кто-то их прищучил они там уже начали расторопнее уже они же привыкли что таджики не такие не бы не мы эти женщины сидят они все таки эмансипированы они там как все команды главное они там у себя как дома чувствует ну ну то если будет не будет получаться нужно обратиться начальству до нужно узнава 6 нужно там смело до спрашивать помолились а то может и советом помогут а то может и делом каким там мог и прочее да вызову еще когда люди молятся за тебя то конечно гораздо легче переносится вот это просто когда приезжаешь барнаул в это место тут уже ритм жизни совсем другой тут надо в него въезжать то ты живешь там 50 километров час приезжаешь сюда тут он до 150 и тебя все сжимается сжимается там на сонную еду как-то все сжимается сжимается такое время акклиматизации нужно это перенести я до сих пор так слегка еще ну со сном я нормально справился некоторые бытовые лишь лишнее время которое на себя трачу там на чтение можно размышления там на отдых тут конечно это все очень очень плотно ну и хорошо я это просил у господа молился об этом как-то еще у меня потихоньку выводил с людьми встречи я приехал сюда все по молитвам я даже как это после этого бога не верить ты просто что он исполняет мысли конечно этому угодно все нужно молиться свободно своими словами написано открывайте свои желания на всякое время благодарения тимофей то пишет давайте желание перед богом да на всякое время благодарите все господь будет содействовать еще столько вокруг молитвенников такая община оно все как и на крыльях молитвой точнее игнатий тихонов еще в лагере там как а тут не лагерь конечно ты гораздо проще будет конечно просто стоишь молишься молишь раз легче стало все отступила тебя уныние какое-то раздражение там все и люди тебя кто воспринимать по-другому не как все и на тихо подсознательно это не смотрят на же на животном уровне смотрят там борода косынка они по-другому относятся взгляд другой речь другая не ну и господь конечно действует этому неспокойнее все как-то более с уважением относятся вот так вот когда нужно тебе появится там федеральной миграционной службы вот это зачем за тем чтобы уже получить разрешение на временное проживание то есть не дали вот тут в эту отметку поставили вот миграционную карту я бы показывал уже через сколько 2 месяца ровно они или сами позволят скорее всего ну через два месяца сказали пойти и они там уже это рвп как она будет выглядеть это отдельным бланком или просто печать паспорте это не знаю получается в июле да как раз перед крещением фотографии остались вопросы такие то есть нужно потерпеть просто как апостол петр по напишет терпение рождает надежду надежда веру такой момент такой переломный в жизни но он легко принципе проходит ничего такого жизненно разно бывал еще когда неверующий был операции были и все тоже тоже как-то переживала то так когда ты бога веришь и люди тем более темновато наверно да вообще просто все нормально да нормально тоже когда верующие было сложнее были путешествия вот когда беларусь не ездились и верничали из-за этих бумаг а когда уверовала уже все как-то и даже не проверяли нас раньше ну на таможне мы все спускались с чемоданами мы проходили таможню каждый по одному смотрели чемоданы сейчас даже не в автобусе пришли пограничники паспорта смотрели проверили эти чемоданы нас не заставляли понимать мы спокойно сидели в автобусе нас проверили поехали мы тоже в автобусе ехали подъезжаем границу к россии заходит женщина пограничница такая у него так автомат калашникова как-то на руке висит как сумочка висит она так толкается толкается такая на всех что тут паспорта давай собирать считаете как-то в Беларуси они уж порядок не вели раньше тоже мы ждали долго очень сейчас порядок если с самолетом лететь как-то в России может по другому если с самолетом то через Москву наверно она будет в Барнаулку да через Москву хорошо вот с Валентиной сестрой там билеты транзитные транзитные если транзитный брать там багаж сразу перегружается другой самолет если транспорный там могут разгружать вот по Теряевке будете пролетать помашите нам рукой но у нас тут часто летают самолеты много раз то есть трасса какая-то наверное международная так что оглашитель а может по поводу крещения Никита вы выходили а когда оглашенный изъедете выходил да это так как-то морально подавлять немного как-то чувствуешь себя так оглашенным так уже больше стимул стремиться стать верным то чтобы не выходить с оглашенными выходит десятки людей с десятка полтора наверное людей выходит оглашение ну это в этом в Барнауле то ползунов 6 да выходит оглашение в Украине никто такое не слышали там там возраст остался на Украине да двери двери там премудростью там вон вон мин да делиться оглашенные изъедите там все оглашенные мы Господу помолимся и все молятся потому что все оглашенные на самом деле оглашенные головы преклоните и все да и все и на клиросе там все и там все преклоните препятствия это не будет да когда к крещению допрос 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 если не выходила не выходила на оглашенные заявления но я говорил что надо выходить бы необходимость есть такая помнишь нет при беседе то я говорил как-то давненько уже я пою просто ну что там другие певцы есть я два года стоял в притворе вот брат Владимир два года стоял я одно время стоял но это было уже давно месяца наверное три или четыре и приезжал в Завьялово и там возглас этот сохранился как положено у нас православный батюшка его возглашает там дьякона не было и лица оглашенные изъедите я выходил в коридор а бабушки проходят а че это вы здесь стоите да заходите да заходите ну я че буду объяснять что ли каноны правила вот все раз ну мне так смотрят смотрят что это такое за диво в коридоре стою причем там прохладно было а в храме то натоплено ничего все как положено как я был на отлучении все это прошло время каноны это вехи в царство небесное это говорил митрополит Виталий покойный вехи то есть вот мы когда и едем здесь зимой ну раньше вот на лошадях ездили а сейчас на снегоходе ставят вешки вешки обыкновенные прутики чтобы по этой самой тропе так скажем дороги ездить несколько раз она утрамбована будет а если в сторону там сразу в снег провалишься а здесь каноны вехи вот без канонов ты сразу проваливаешься и у тебя что у тебя на приходе у священника становится ничего нет ни строгости ничего экономия одна а кривия где а ее зачем бог есть любовь и батюшки любвисты это наоборот каноны правила любовь а вот это что они говорят что вот он уйдет и вдруг машина тут же там сидят и подзорную трубу смотрят вот он вышел он не крещеный поехали и сразу все готовы вот прям они как один говорят ну вот ты ходил я тебе советовал батюшка обращайся чтоб крестить погружением что только не говорили я даже такого не ожидал съезди на иордан там погрузись какой этот иордан да господь все своим естеством осветил все водные естества осветил и священник должен погружать вдруг она поедет там деньги отдаст там же туристы туристы и большие деньги израиле вот эти места я читал я хоть там не был мой брат был родной вот Алексей Загуляев был брат во Христе который нам все интернет компьютер настраивает столько денег там они получают за это люди идут потоком а чтоб побыли там на святой земле да как внутренние то осветились нет а почему потому что евангелие не читают а если читают то так немного а скорее всего совсем не читают а вот все время на какие то путешествия вот съезди погрузись я тогда батюшке еще говорю он так удивляется отцу и Акима ну батюшка же с Жанной разговаривал тоже бредни пьяных старух как Златоуст говорил иначе не назовешь когда самое основное дверь дверь в церковь крещения после крещения ты имеешь доступ ко всем таинствам это Божья благодать действует освящающий и так все перевернули конечно же это лукавый тут работает в этом направлении очень сильно вот так каноны правила необходимо соблюдать иначе просто никакой дисциплины проходной двор будет и столько правил нарушается нам Господь через Игнать Тихонович это открыл это ни в одной организации такого нету даже там у коммунистов какая дисциплина была взять там ну уж фашисты это вообще фашово связка означает Гитлер как он каким патриотом там он был только его занесло то уж сатана конечно ему навел занесло что то высшая раса давай уничтожать славян евреев там и так далее полукровок там дисциплина железная она если бога нет как то в одном из роликов даже в некоторых роликах не в одном Игнать Тихонович говорит то фашизм это самая совершенная система экономика была поднята там такие были зарплаты повышены социальное положение в обществе улучшилось он стал популярным этот фюрер вот что ну там столько плюсов было военная мощь нарастили стали страну одну за одной проглатывать и Францию и так далее ну вот так Господь попустил что на СССР напали это бич божий нету об этом нигде ничего не говорится но только вот Игнать Тихонович в книгах это говорит конечно и своих проповедях тех раньше что он говорил в храме у нас и в Потеряевке и там в Барнауле а что бич божий никто не говорит что по нашим грехам это за отступление от Бога семнадцатый год гражданская война Господь кого любит написано того и наказывает вот оно наказание мы забыли Бога от того и все говорил Солженицын Александр Исаевич от того и все все наши беды сейчас на Украине это же самое это все пример еще Господь как-то оттягивает россиянам русским вот пример уже полыхает под боком этот медведь спит лапу сосет удовольствие лапу удовольствие а уже там загорается пожар он еще так лапой отмахнется этот большой могучий мишка ну и на мишку найдется управа если он не будет обращаться к небесному этот мишка а то все говорят медведя не надо будить не надо будить да его что будить его просто на цепь посадят или совсем его убьют и расшленят вот она и Россия на территории поделенная будет и вот я от чего стал говорить то что ни в одной организации столько нарушений ну даже на дороге едешь и 50 с лишним процентов правил бы нарушал так какая тут дорога была бы сплошные аварии как показывают в Индии город Калькутта никаких правил но они там потихоньку едут ну там много миллион больше Москвы по моему Калькутта и кто куда едет и пибикает и кричат они на этих как они называются ну типа муравьи но они правда с крышей да такие интересные они и давай куда кто едет так интересно а мы в Чечне были там брат Николай но обычно по городу это вот в четырнадцатом году мы были в прошлом году по городу всегда он ехал Николай я штурман тут за этим самым сижу у меня зрение лучше но у него то опыт больше по городу проехать а я за этим навигатором смотрю и там в Чечне что то ну мы так с Николаем пошутили горцы говорят дикий народ красный свет он куда то несется мы так удивились там один перекресток был да даже второй раз по моему ну даже у нас у русских мы этого не замечали так а это куда то ну Николай говорит ну дикий народ говорит горцы эти кавказцы но уж во Франции мы этого нигде не замечали в Германии это там законопослушные граждане а чеченцы они осетины вообще какие то дикари действительно там узкая часть проезда была на таможню и вот один поток только туда а второй встречный и вот он один вылез сюда и застопорил и все а мы то проехать не можем а там и грузовые машины стоят и там мужики уже на пределе были я думаю сейчас наверно начнется мордобой точно и этому осетину говорят он какой то ли он пьяный был то ли обкуренный за рулем но он не шатался ничего и он прям вышел на этот встречный поток да куда ехать здесь скала здесь горы а там обрыв дальше мы там ходили удивлялись ну посмотрели такие народы горячая кровь у них если бы христианство то но осетины правда они христиане вот это там другие уже ингуши чеченцы мусульмане осетины христиане ну как христиане есть которые атеисты если бы обратить то какие они горячие то ревностные были бы да я сегодня на уроке рассказывал детям по истории вспомнил Лескова на краю света и что Русь то не было евангелизировано Лесков то об этом писал как крестили то вот это вот мочение лбов только было механически а он язычником внутренне оставался и этот крещеный в кавычках так называем он их бросает тяжелом тяжелой ситуации а некрещеный помогает некрещеный идет спасает этого архиерея мясо там ему приносит едет он он так Лесков интересно описывает по белой пустыне ну снег мороз буран только что был едет там такие волосы у него что такое архиерей смотрит а он уже несколько суток там не ел оказывается он шапку оставил он приехал туда в юрту кому то он не знает даже того там мясо ну хозяев то нет и он шапку то оставляет что это не своровано так этот архиерея спрашивает а тот а хозяин же видит бачка он бачка его хозяин то все видит вот те некрещеные а по совести поступает ну и там моменты были такие что волки его могли съесть и он его обогревал этот некрещеный от него говорит воняет как он там сказал что да он стал молиться господи господи как твое творение воняет как твое творение воняет молитва у него такая была это у меня в школе несколько лет назад занятие было я смотрю что девочка восьмой кажется класс ну с характером таким неважным так сказать я иду и про себя молюсь господи садела из этой твари твое творение чтобы было путевое это творение из этой твари творение а потом даже как то непроизвольно это у меня вырвалась молитва такая а потом улыбнулся да надо же так получилось вот ну и вот он его обогревал а там как поступает в степи но в степи говорю в тундре ну там леса тундра деревья были он то на дереве скрылся успел забраться волки его бы съели и там просто они буря начинается ничего нигде ты не скроешься и они этой шкурой да они накрываются и снежок их припорошил и там они согреваются друг на друга дышит а они то в бане эти кто не зыряне или кто не народ народности то не моются какие там бани и березовых веников там нету и еще да но он его спас по совести поступил а тот убежал что то там случилось я сейчас не помню он сбежал и все крещеный вот так крестили в кавычках кого крестили то да не крестили обманывали а уж совсем я детям сегодня рассказывал до 7 класса миссионер Спиридон это там он среди якутов был и там ламы то сидят они старцы то ну они приняли то буддизм у них эти ламаисты то ну типа как жрецы как у нас священники да у них жрецы свои и вот он с ними беседовал и они отвечают ему да если бы говорит все вот так приняли христианство у нас бы рай на земле был то есть по западям божьим поступать но когда говорит вы русские пришли у нас тут пьянство развелось женщины стали изменять мужьям это вы говорит все принесли нам и даже так по моему сказать что рот говорит у вас в крови там а вы нам говорите вот что вы говорите нам проповедуйте когда вы принесли нам такую ну так сказать культуру в кавычках и я говорит ушел там где то на пушке упал и плакал и плакал что мы говорит наделали и там вот на уроке истории такой вопрос был колонизация русских плюсы и минусы я говорю давайте дети рассудим какие плюсы какие минусы ну конечно они не могли это сказать это я уже допомнил что минус то евангелизации не было миссионерство было но один макарь алтайский на алтайские горы что такое алтайские горы это огромный массив гор это только у нас в россии часть а монголия а казахский алтай монголия кстати большая часть мой брат родной он любитель путешествовать он ездил туда в монголию на машинах они группой красиво неимоверно такие озера такие алтай красиво да и один миссионер двое помощников потом они умирают мы по семинаре то проходили макарий глухарев да будет он благословен у бога он переводчик умница и он миссионерствовал он не то что просто рассказывал он среди них жил их быт перенимал этот быт и вводил значит они земледели не знали что такое помогал им чтобы они земледелием занимались это скотоводческие племена лечил их то есть наряду со словом божьим он помогал им везде во всем то есть это надо как любить у него я вам на позуново читал может помнишь нет у него был момент жизни когда в монастыре он жил и томился прям так и написано томился надо народом нести евангелие на русский язык чтоб перевод был и когда он узнал что там какие то препоны препятствия он вознегодовал даже саму царю писал а ему наказание на него эпитемья сорок дней кажется служить литургию на церковно-славянском языке ну он со смирением все это какое же наказание чтобы не высовывался ему там архивей говорил томился у него необыкновенная была встреча с богом он с сектантами встречался вот чем то сходство даже как у угнать их обращению пятидесятников и он там с малаканами как они говорит молятся то есть люди которые любили библии он это видел и он понимал что надо нести благую весть и потом уже разработали целую систему там другой был ильминский кажется сейчас могу его фамилию забыть ошибиться как народом нести вот это миссию вот это все как бы сказать совокупности их просвещать образование ну естественно чтобы им дать евангелие на их родном языке нужно придумать азбуку и алтайцам это было сделано придумано на основе нашей азбуки и несколько еще латинских букв вот то есть это большая большая работа какие люди самоотвержены и вот и его вот эти двое помощников послушников сначала один умирает потом другой за ним мог тоже по моему он умер а потом через какое-то время ему прислали один я удивляюсь как он это не бросился но иногда вот руки опускаются ой ничего не получается здоровые руки ноги имеем а это в горах среди этих дикарей которые у которых письменности нету и вот он основатель духовной миссии на Алтае самоотвержение и вот он обличал грозно обличал и я подумал когда вот эти читал строки что в каждом веке были такие обличители вот сейчас Игнат Тихонович в двадцатом веке двадцать первом тогда вот Макарий Глухарев что на родном языке Библию на русском не переводит на русский грозно обличал как народ не получает слово Божие на родном языке письмо Отца Небесного вот так ну дети так со вниманием слушали несмотря на то что сейчас у них упадок в чем этот упадок состоит весна у нас тут черемуха цветет песня еще была один раз в год сады цветут и такие запахи вот эти называется эфир пахнущий эфир Господь сотворил приятный запах у них расслабление и учатся хуже они да это везде это не только я думаю во Франции тоже не лучше и тут они уже заговорили давайте закончим пораньше ну да конечно ну надо же и контрольные еще писать ну вот так и поговорили мы хорошо на эту тему Евангелие не было проповедано должным образом и на занятиях я говорил 300 благовестников достаточно как 300 у Гедеона воинов они победили ну хотя бы 300 хотя бы 300 у нас там на Ползунова и вот еще в Москве там Виктор Купринчук помоги ему Господи трудиться чтоб он правильно только трудился но он вот по его лекциям это видно что он избрал правильный путь как трудиться среди иноверцев там они листовки переводят то есть вот это вот движение есть не просто как-то замерло все пусть она 300 лет лежит и все как есть такие общества нет движения и вот 300 они сосветили что в Киеве тоже есть миссионер смотри Ткачев он такой ремни да ты с кем там знакома ты с ней переписываешь Татьяна ортодокс Никита не слышали кого Татьяна ортодокс в контакте такая из Киева она в Киеве Ткачев то уехал уже давно а Татьяну ну не знаю и она там проповедью занималась да да среди мусульманов вот и она одета по форме как ты да вот так она ну то есть есть такие ну мало очень конечно очень мало таких таких пробуждений но может Господь позволит еще Бог знает как идите в мир ловцы бессмертных душ да 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 что ты хотела там в Киеве исландский центр построили она туда ходила арабский язык учили чтобы им проповедоваться да вот видишь Татьяна ортодокс посмотреть надо было идите в мир ловцы бессмертных душ всем проповедуйте Евангелие всюду среди семи светильников Великий или как Великий не помню сейчас слышал песню Великий муж ну как не слышал Деяния апостолов сплошное обличение нам православным надо бы хранить там какой мы веры и так далее то есть Игнать Тихонович стихи я еще пою ну сколько тысяч стихов то Игнатья Тихонович ну сколько я пою там несколько десятков они стихи там основаны на священном писании они вечные благая весь кто понесет ее уставшим и страдавшимся калекам земля иссохшая к тебе иду дождей из уст моих потоком льются реки какие слова то да вот а то что то поют там теле теле троллевали что то мы не проходили это мы проходили это нам задавали мы уже сколько прошли на занятиях теперь уже сами должны идти если Бог позволит мы может быть после дня деревни вот Игнать Тихонович с ним посоветуемся может даже на газели съездим в Паново на благовестие вот перед тем как газель гнать в город это в конце уже мая мы под Степное были здесь 16 километров а Паново оно прям рядом и снова мы там несколько лет назад были вот снова там книги дарили так несколько лет назад там пришел всего один человек обошли всю деревню практически все она длинная но один пришел от нас это не за мы призывали поэтому нужно идти и сидеть на одном месте так ну еще что-то по федеральной миграционной службе ну и все я про потеряницу бы хотела спросить как вы представляли оно казалось им ну в принципе да да конечно сегодня у него первый день работы как вообще первый день работы да легко принес земля очень тяжелая я подошел к нему говорю а что я думаю они лопаты просто вскапывают говорю авилами а вот такие комки много было снегу и все это промокло и сейчас сушит очень сильно мы опасаемся что могут быть пожары и вот такие комки огромные они лопатами разбивают там баронят и Сергей там купил нам сивок лук а он мелкий-мелкий и два килограмма так они уже там три две грядки да засеяли еще третий сейчас будет на весь алтарь так что там хватит и Франции я думаю и Украине и Барнаулу и всем там хватит этого сивка бывает он крупный а здесь прямо вот такой он маленький ноготок да ну а я сегодня насосом занимался там не получилось у меня завтра снова буду то вроде работал же он работал он протекает нельзя что он протекает там прокладка она плотно не подходит но она целая вроде ничего вот ну и сегодня известие опять я сначала позвонил Оля была у мамы мама бодрым таким голосом вот ну и потом Оля мне перезвонила она при маме не стала просто говорить папа у меня ну пьет третий день уже я вот позвонил просил молиться и Оля приехала к нему еле-еле достучалась видно он лежал спал ну выпиши и давай с ним молиться он становится на молитву она Оля плачет а потом сколько они там молились я уж не знаю ну псалтыр говорит читали а потом говорит пап не ходи никуда он опять пошел демона его тащит в магазин а она прям его давай ну она ласково давай говорит молиться будем все гладит его и обнимает не надо пап а он говорит что ты мне мешаешь я в окно сейчас вылезу ну то есть демон гонит и все ну так вот то есть вполне может что демон добьет его человек если сейчас ему на апосты молитву ну а он если не хочет чего против я говорю ты засвидетельствовал да сказал что ты в ад просто пьяница царства божьего на свете тем более крещеный в житях святых Макарий кажется великий ему это было встретился он с черепом обыкновенным и господь ему дал дал Макарию такую благодать чтобы череп заговорил это череп какого-то там языческого был жреца а он говорит так вы говорит в аду там да мы в аду ну когда ты молишься нам легче Макарий то молится вот а под вами кто под нами говорит христиане которые грешили не каялись мы на них говорит стоим вот так вот он крещеный троекратным погружением я позвонил батюшке Игнать Тихоновичу звонил он наверное не слышал потом второй раз говорю так и так потом Татьяне Кузьмишне нашей сестре Капустина ты ее знаешь да говорю перезвоните там сестрами чтобы молились Николай демон его искушает именно когда один ну а что он там говорит это детский лепет чтобы там кровь разжижалась и прочее главное чтобы в аду душа оказалась а не кровь разжижалась это же понятно нам не безызвестны умысли дьявола именно когда он один остался и этот момент ополчился именно когда у нас здесь вот братья приехали тут помощь братская и оживление на занятиях именно в этот момент там стана ополчается это же нам не безызвестны умысли здесь он скрижешет зубами что ему не нравится а там он нападает и как говорится во Франции он нападает тоже он везде лев рыкающий бродит поэтому надо бодрствовать и молиться не унывать и Господь рассказывает эту притчу что вдова была и взывала одному судье и неотступно а тут ладно исполни ее просьбу она надоела мне уже так если судья неправедный так то тем более милосердный отец разве не услышит просьбы наши там какие-то букашки вопиют вот он маленький-маленький букашка и Господь его слышит букашка там в Меце там в Потеряевке там где-то еще букашечка на Ползунова и Господь слышит почему потому что если мы по воле Божией все это делаем согласно воле Божией а если ищем своего то ничего не будет никаких нам от Господа подаяний не будет вот так ну вот собственно и все еще какие моменты ну ты записала да ну вот этот ролик в принципе можно было бы чтобы еще посмотреть и что-то еще какие-то моменты вот если желаешь отослать можно ну может и я не знаю может Игнать Тихонович и выставить если что-то интересное здесь то он решает и его канал ну ну какие еще вопросы ну все нет да ну давайте тогда общей молитвой закончим вот у нас иконы вот у Надежды Васильевны на этом у Надежды Васильевна находимся в том направлении встанем все для молитвы и Франция и Россия это оружие посты молитвы Христос Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ Иисущим во гробе в живо даровав Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ Иисущим во гробе в живо даровав Христос воскресе из мертвых смерть её смерть поправ,ischем во грабеже живот даровал Святый Боже с этой крепкость, это бессмертный помилуй нас Святый Боже с этой крепкость, это бессмертный помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и при сна и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни, если остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огонь. Яко Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Господи, благодарим Тебя за эту беседу, за эту встречу. Благодарим Тебя, что Ты позволил брата Никите приехать сюда. Благослови его, Господи. Благослови всех, направляющихся к всему месту, ко святой крещенской купели, где Ты позволяешь, Господи, провести истинное крещение. Найди новые души, приведи их к познанию и истины. Приведи, Господи, и сестру, и Анну, и брата Никиту, и всех, готовящихся к крещению тихим водам Всего спасительного таинства, Господи. Благослови Александру, Елену, Бориса и всех тех, которые желают приехать к нам, а которые еще не знают об этом, Господи, помоги, чтобы узнали через вот эти средства массовой коммуникации, через интернет. Помоги, Господи, чтобы это распространялось в весть о святом крещении и о святом Евангелии на весь мир. Благослови нашего брата и наставника, духовного отца Игнатия. Помоги ему, Господи, в беседах с людьми, чтобы люди познали истину, чтобы люди познали Слово Твое и пришли в вечность. И нас, Господи, приведи в вечность, чтобы в небесном Иерусалиме мы славили имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и прислыва, в веки веков. Аминь. Господи, услыши печаль нашу о тех, которые погрязли в страстях и похотях своих, и об отце моем Николае. Избави его, Господи, от пьянства, а также избави Павла, Игоря, Михаила, Александра и других, которые страдают от всего беснования, Господи, ибо этот злой демон их тащит в ад. Помоги, Господи, этим людям. Приди их к покаянию, избави их от пьянства, от топокурения избави и Фабриса, Господи, и от пьянства также. Заблудших найди, отступникам даруй покаяния, и нас помилуй, милости Твоей ради. Господи, молим Тебя о наших детях, подростках, которые не ревнуют, а об изучении Слова Твоего, которые привязаны к миру сему. Пробуди эти души, чтобы они не погибли в вечности. Удали из их сердец, Господи, все то, что не славит имя Твое Святое, это пустословие, это самооправдание, это ложь. Ибо со скорбью, Господи, говорим, обращаемся к Тебе, что многие говорят неправду подросткам. Помоги, Господи, ибо те, кто говорят, ложь не спасется, как говорится, Слове Твоим Святом. Помоги нам, Господи, пребывать в любви Твоей, и помоги, Господи, в трудах, даруй безопасности, даруй желания трудиться и умножать свои таланты. Да будет все во славу имени Твоего Святого. Благослови всех, направляющихся сюда, ко дню деревни, если Ты позволишь нам, Господи, этот день провести и прославить имя Твое Святое. Слава Тебе, что Ты столько лет нам даешь здесь собираться и славить имя Твое Святое. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяние рук, как жертву вечернюю пред престолом благодати Твоей. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится о нас во благо нам. И прими наши молитвы, а всех заповедавших молиться о них. Да будет все по воле Твоей, Святой. Аминь. Аллилуйя. Говори, Господи, слушай и слышь раб Твой. И молим Тебя, Господи, утиши войны, примири враждующих на Украине, в Сирии, в Палестине, в Йемене, в Африке и в других частях мира. Говори, положи правителям на сердце мирные добрые намерения. Обрати, Господи, Владимира, Дмитрия, Барака, Ангелину, Франсуа, Александра, Сергея, Рамзана, Александра, Виктора, Михаила, Петра, правителя Украины, Арсения, Юлию, Виталия и других правителей стран мира сего. Вложи в сердца правителей, Господи, добрые намерения о народах и найди новые души. Тебе за все хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя. Христос Воскресе. Ну все, мы отходим. Надо еще заниматься, завтра в школе готовиться. Храни Господь.